Аморилис – уход в домашних условиях после цветения. Аморилис полюбился цветоводам за то, что является одним из самых обильно цветущих комнатных растений. Большие разноцветные бутоны в виде воронки или колокола имеют тонкий аромат и впечатляют своим высоким стеблем. Простой с виду цветок радует своей яркой расцветкой. Что за цветок Аморилис? Многолетнее растение семейства Аморилис впервые упомянул Кару Линни в 1753 году при описании сада градоначальника города Амстердама. Цветок завезли в Европу из Южной Африки и вот уже на протяжении нескольких веков он популярен среди любителей комнатного цветоводства. Другие названия – белодонна, лилия или обнаженная дама. Последнее название произошло от характерного голого стебля, на котором распускаются бутоны. Аморилис Ред Леон Описание Аморилиса относится к луковичным комнатным растениям. Два ряда прямолинейных удлиненных листьев имеют ширину от 2 до 3 см, длина достигает 60 см. Диаметр луковиц по форме напоминающей грушу может достигать 12 см. Из каждой луковицы выпускается длинный голый стебель цветонос, иногда их может быть два. Заканчиваются стебли со цветами. Как цветет аморилис и сколько? Диаметр колоколообразных душистых цветков от 5 до 8 см. Оттенки – белый, желтый, красный, малиновый, лиловый, оранжевый, розовый, фиолетовый и дыре. У лепестков кончики заостренные, как правило их 6. Цветет аморилис 15-20 дней. Обычно это происходит осенью. В этот период растения требуется регулярный полив и много света. Но при усердии можно заставить аморилис цвести в любое время года. Главное – знать, как ухаживать за аморилисом, чтобы он зацвел. Правила ухода для обильного цветения. При соответствующем уходе растение может цвести 2-3 раза в год. Горшки с аморилисом на подоконнике полив почва в горшке всегда должна быть влажной, но вода не должна застаиваться. Растения приспособлены к умеренной засухе, но не к чрезмерной влажности. Если воздух в доме очень сухой, можно делать легкое опрыскивание бутонов. Сделать это несложно, но для полива нужно брать отфильтрованную воду комнатной температуры. Некоторые цветоводы используют ралую дождевую. Губительно сказывается на растениях ларированная вода из городского водопровода. Важно! При поливе нужно избегать римового контакта луковицы с водой. Почвой подкормки желательно убедиться, что земля не подкислена. Кислую почву это растение плохо переносит. В уход за аморилисом в домашних условиях входит подкормка комплексным жидким удобрением для цветущих культур марки «Изумруд». Ее нужно делать один раз в 10 дней. Можно удобрять аморилис органикой или комплексными минеральными удобрениями. Состав питательной подкормки – компост 2 части, перегной 1 часть, перепревшие листья 2 части, крупнозернистый песок 2 части. Другие особенности после того, как цветок начал зацветать, первую стрелу можно срезать и поместить в воду. Период цветения вазей на луковице примерно одинаков, но при срезке луковица меньше истощается и происходит стимуляция для выброса нового бутона. Для того, чтобы стрела сохраняла свою вертикальность, горшок с растением надо периодически поворачивать и менять ориентацию относительно светлой части помещения. Оптимальное количество стрел для цветения – не более двух. Лишние цветоноса лучше удалить, иначе на следующий год режима цветения не произойдет совсем. Совет. Для продления времени цветения горшок нужно держать в рохладном месте прямых солнечных лучей и попадать не должно. Что делать с аморилисом после цветения? Аморилис отцвел, что делать дальше? Полив постепенно сводится к нулю. Возобновлять его можно, когда цветоносная стрела достигнет длины в 10 сантиметров. Если начать поливать раньше, то все силы пойдут в рост листьев и вряд ли хозяин увидит, какие красивые бутони имеет аморилис. Если в квартире есть аморилис, уход в домашних условиях после цветения не составляет особого труда, так как он не капризен. Когда стрела полностью сброшена, горшок с растением помещают в рохладную темную комнату с температурой не ниже плюс 10 градусов сновремя с июля по октябрь. Обратите внимание, не допускаются перепады температур. Так, летом максимально допустимый режим составляет плюс 22 градуса Цельсия летом, а зимой не ниже плюс 10 градусов с... Аморилис в состоянии покоя. Период покоя должен продолжаться 3-4 месяца, чтобы растение набрало силы для нового полноценного цветения, иначе оно может быстро истощиться и погибнуть. В этот период за аморилисом нужно правильно ухаживать. Ему требуется рассеянный свет. Листья обрезать не нужно, чтобы органические вещества из них перешли в луковицу. Луковица аморилиса Во время отдыха луковицу можно достать из горшка, отделить деток и пересадить материнское растение. Что делать с луковицей? Обычно цветоводы на период покоя оставляют в горшке аморилис после цветения. Однако по правилам луковицу нужно вытащить из земли, очистить корни, обрезать засохшие элементы. Для защиты посадочного материала от болезни луковицы помещают слабый раствор марганцовки, просушивают, оборачивают сухой салфеткой и кладут на хранение. Через каждые две недели нужно проводить профилактический осмотр. Важно! Посадочная луковица имеет довольно крупный размер. Пересадка луковиц Во время трансплантации пораженные корни удаляют раненые корни, обсыпая древесным углем деток на луке, аккуратно отделяют и пересаживают в индивидуальные горшки. У здоровых растений корневая система заполняет весь горшок и не дает распадаться. Рекомендуется пересадку делать ежегодно, нужно эту процедуру выполнять после того, как аморилис отцвел. Что делать в этом случае? Горшок должен подбираться исходя из размера луковицы. Лучше всего подходит керамическая емкость, так как в ней корневая система лучше обеспечивается кислородом. Расстояние между стенкой горшка и луковицы не должно быть более 2 см. Почву для цветка готовят, смешивая торф-песок, перегнуя в равных пропорциях. Смесь перед посадкой обдают кипятком. Также продается готовый грунт для луковичных растений. Дно горшка необходимо заполнить слоем дренажа. Луковицу усиленно заглублять не нужно, достаточно засыпать смесью на 2 третьих высоты. Пересадка аморилис Размножение в раскрывающейся коробочке происходит созревание семян. Аморилис можно размножать не только дэтками, но и семенами. Однако этот вариант утомительный и сложный, поэтому стараются распространять по первому типу, отделяя мелкие почки от материнской луковицы. Горшок нужно брать по величине такой же, как для взрослого лука, так как растение стремительно растет. При размножении дэтками растение начинает зацветать на 3-й год. Если же все-таки ведется размножение с семян, то ждать придется 5 лет. Ошибки ухода Если заботиться о растении, оно будет иметь яркий и привлекательный вид. Но бывают характерные ошибки, которых можно избежать. Если цветки очень бледные, значит на горшок воздействуют прямые солнечные лучи. Надо найти более затемненное место. В сыром и холодном помещении происходит обратная реакция – цветки темнеют, а иногда даже могут почернеть. Недостаточный полив приводит к тому, что цветки поникают, а листья становятся бледными. При поражении дрипсами или другими вредителями листья желтеют. Луковичные растения отличают шикарное цветение. Но если уход за ними не совсем хорош, растение становится капризным и не цветет. Причиной такого состояния не было периода покоя у лукавицы. Не хватало солнечного света. Низкая температура в комнате. Почва недостаточно удоблена. Луковица повреждена вредителями. Если в доме есть маленькие дети, нужно помнить, что аморилис – не только изысканный цветок, но еще ядовитое растение. В его луковицах содержится яд, который африканские туземцы использовали в стрелах. Смоченный таким соком наконечник мог привести к гибели человека. Малые дозы яда, конечно, не смертельны, но в целях предосторожности при пересадке и работе с луковицей лучше использовать перчатки. И не допускать детей к этому процессу. Аморилис афродита украсит любой интерьер. В последнее время возрос интерес к тропическим растениям. Ведь они придают интерьеру в доме оригинальность и особый изыск. Именно таким представителем флоры можно считать аморилис. Как ухаживать, чтобы он расцвел и не никто не остался равнодушным к ярким бутонам? Главное, все нужно делать с любовью и результат. Не заставить себя ждать.